Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи глава всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин. Роман, здравствуйте. Роман, начать наш разговор я хочу с новости, которая исходит из Крыма. Там вот местный глава оккупационной власти Крыма Аксенов заявил, что немедленно нужно начать выделение земли участникам так называемой специальной военной операции. Понятно, что это решение, землю военным, оно не новое, но, собственно, как вам видится, что это означает и какое влияние имеет на ход вообще боевых действий и ход войны, и вот когда Россия, по сути, зеркалит решения, которые с 2014 года принимались в Украине в значительно больших масштабах, что думаете об этом? Давайте подойдем к этому вопросу более глобально. Всегда говорилось о том, что защита идет с земли, защитить землю, потому что земля всегда была источником пропитания, источником еды. Есть еда, есть жизнь, есть развитие, есть культура, есть, понимаем, есть абсолютно все. Плюс земля это территория, на которой ты можешь что? Также начинать основывать там производство, развивать производство, развивать науку. То есть земля здесь и питание, и территория. Вы абсолютно правильно сказали, еще мы знаем там со времен Римской империи, солдатам давали землю, и они воевали фактически за землю. В 2014 году идея была абсолютно правильная, давать землю. Неправильное пошло исполнение. Выделение всей земли, которая выделялась, шло через, как правило, губернаторов, которые эту же землю потом сразу прихватывали, выкупали, забирали в аренду. То есть множество коррупции распространялось. Дальше, что у нас произошло? Дальше. А у нас произошло, приняли так называемое законодательство про рынок земли. Так называемый. И фактически нивелировали все, что сделано на сегодняшний день. Уже никто за землю не воюет. Потому что у нас 90% земли в аренде. Людям не принадлежат. Собственник земли не может продать без разрешения арендатора эту землю. В марте месяце 2022 года принимается закон о том, что договор аренды тоже автоматически продлевается без всяких разрешений собственника, то есть украинца. И фактически люди остались без земли. И у людей вопрос, за что, скажем так, воюет. Земля уже перестает. Она как бы воюет за землю. Это уже миф. Потому что земли нет. Не у вас, например, нет, не у меня. Мы не можем распоряжаться землей. Остальных, у которых есть номинально по акту земля или как бы собственности. Арендатор говорит, слушай, я тут главнее, я какое-то задание выполняю, и я буду делать с твоей землей, что захочу. На моей стороне прокурор, на моей стороне. Значит, что? Фактически в такой способ теряется мотивация. Я вам скажу, у меня группа в фейсбуке, у меня есть группы на ютубке, у меня приходят звонки, и сейчас все больше звонков, когда звонят жены, матери тех мужчин, которые на передовой. Тех мужчин, которые, к сожалению, уже погибли. И они не могут забрать землю арендатора, когда у них есть все права, закончился договор аренды. Им не платят по аренде. То есть появился такой определенный класс эксплуататора, будут так говорить, и земли, и фактически людей под названием арендатор, которому плевать на все права и законы. Плюс еще они умудряются заниматься чем? Если ему не выгоден или мешает какой-то определенный собственник земли, занимается он самостоятельно своей земли, отправить на передовую. Даже есть такие угрозы, и люди сбрасывают мне и аудио, и видео. По этому поводу... Погодите, отправишь на передовую? Да, говорят, я тебя знаю, как уничтожить. И договариваются, соответственно, в военкоматах приходят, приезжают, забирают, даже в такой, скажем так, способ. Поэтому россияне то, что там делают по Крыму, естественно, это те шаги, ну, скажем так, они не наши повторяют шаги, они повторяют шаги, которые ранее были сделаны, закрепляют, дают смысл, дают мотивацию, и каждый, который идет, он уже воюет непосредственно за землю. У него есть земля. Будем говорить, что в России проблемы, скажем так, с землей еще больше. Мы повторяем проблемы России, у них уже больше 30% земли скуплено и сконцентрировано в определенных руках. И вот этой скупкой концентрации в России мешает такой же фактор, как и у нас сейчас, он тормозит вот эту быструю скупку, что на сегодняшний день арендовать дешевле, чем купить. То есть, если ты купишь землю, мы говорим, там, с точки зрения экономики, обходится в год, этот гектар будет обходиться 15 тысяч гривен, то арендовать можно за 5 тысяч. Естественно, что сейчас арендуют, опять будут продолжать накапливать капитал и потихоньку выкупать эту землю. Когда земля уже будет сконцентрирована в руках, ни о какой стране, ни о какой нации уже можно будет не говорить. Можем не говорить. Уже будут какие-то, опять же, шаги сделаны к частным армиям, частные армии будут сохранять это все. Но ситуация по Украине еще как бы интереснее. Украинцы просто выйдут в Европу, и это мы уже видим. И Украина остается без того этнического населения, которое было. И будь какой, скажем так, собственник, который сконцентрировал эту землю, он должен где-то будет брать рабочих, рабов, кто будет работать на плантациях, на землях и работать на производстве. Да, в такой способ произойдет сконцентрация, начнет расти производство, но опять же без украинцев. И не исключено, что через 5 или 100 лет, а скорее всего это будут выходцы со Средней Азии, кстати, самые близкие нам по генетическому коду, или как там, киргизы, узбеки, туркмены, да, они будут тогда заселять Украину, вполне возможно. Их рост населения там в 1,5-1,7 раза, население после распада Советского Союза выросло, тогда как у нас упало. Поэтому это будет такое возможное перемещение народов, новое. Украинцы в Польшу, Германию, вот, а здесь появится вакуум, который будет заполнен. И уже они будут проводить определенные восстания, потому что за землю всегда происходили восстания, социальная напряженность. Ну и мы можем говорить, подтверждать тот факт, что будь какая концентрация земли, приводит к общественной необходимости ее национализации. То, чтобы не было этого процесса, мы должны сейчас уже по земле понимать, как оно должно быть, остановить эти процессы, нам надо было с первого дня войны, весь этот рынок земли, пересмотреть и дать этому смыслу защита земли, именно правовое значение, физическое значение, и перейти в ту, скажем так, плоскость развития, где будет общественное преобладать над частным. Мы должны вернуть, скажем так, объединение, кооперацию. То, что в принципе движет и современным миром, развитым миром, это кооперация. Вернуть, и каждый собственник земли должен почувствовать, что он действительно собственник, он получает не аренду, а получает прибыль от земли. Это две большие разницы. Тогда общество стало бы более просвещенным, и совсем были бы другие отношения, скажем так, к нам с других стран, соседей, я говорю разных соседей, и западных, и восточных. И когда видишь, что идет развитие, общественно-экономическое развитие, интересе, где центр человек, центр гражданин, уже многим задумались, а нужно ли делать такие действия, а почему у нас нет таких действий. На сегодняшний день мы не можем никакой стране рядом предложить свою схему. Она хуже, чем будь в какой стране рядом. Ну, я не говорю там за Россию, где уже идет выкуп, но мы не забываем, что у них из 140 миллионов гектаров обрабатывается только 77 миллионов. То есть у них еще в земельном плане там расти, и в этом у них нет этой напряженности. Ну, по Крыму, да, цена земли в Крыме. Плюс еще мы не забываем, что по Крыму нужно же еще добавлять того же населения, укрепляться в этом плане. Тоже, возможно, фактор, скажем так, раздачи этой земли. Да, Роман, я хотел бы вот здесь уточнить определенный момент. Одни эксперты говорят, что земля в Украине из-за войны, понятно, будет стоить копейки, и поэтому, скажем так, люди с деньгами могут накапливать вот эти земельные ресурсы достаточно легко. И, ну, земля недооценена в Украине. С другой стороны, ее вот де-факто становится меньше. Причем не только потому, что откусили и, собственно, там процент территории у Украины оккупирован сейчас, а еще и потому, что очень большое количество заминированных и, ну, уже непригодных к использованию земель. Соответственно, этот дефицит, как бы, должен толкать цену, ну, по идее, цену земли вверх. Что происходит сейчас с ценой на землю в Украине? Цена абсолютно везде разная. И разная есть, скажем так, причины для роста или падения цены. Если мы говорим западную Украину, то здесь ближе Польша, ближе менталитет, и цена может быть в два раза больше, чем в той же центральной Украине. Плюс есть фактор того, что, снова же таки, земля в аренде, человек не может продать. Очень весомый фактор психологический. Человек-украинец, он говорит, как же без земли? Он очень тоже такой серьезный фактор, который говорит, что землю нельзя продавать. Есть люди, просто там, убежденные в этом и не задумываются о продажах. Есть фактор еще того, что поколение колхозников умирает, и на их место приходит молодежь. Молодежь от 35 и старше, уже внуки. И они начинают заниматься землей, и они уже видят в земле, как источник прибыли, источник дальнейшего развития. То есть, село может быть уже поделено между 20 семьями. Это не аренда. Это когда один или двое, братья, отец с сыном или племянником, они занимаются тем, что собирают именно родственников, близких родственников, землю. И такое распределение. Еще осталось на селе вот эта клановость, семейная клановость, когда там вообще село могло быть поделено между двумя семьями, грубо говоря, под одной фамилией. И это движение продолжается. Государство сейчас, власть, всячески стремится, скажем так, обрезать возможности к самостоятельному хозяйствованию. С одной стороны, они говорят, вот идите, регистрируйтесь, как фермеры, семейные господарства, зеленские. Но это все производное от ФОПа. И система налогообложения такая. От цены минус 16 в среднем, это налог на добавленную стоимость, хотя он 14, 16 откидывают. 18 ПДФО, доходы с физических лиц, полтора висковый сбир. И тут мы уже приходим, 22% и разные вариации, с единым социальным внеском. Фактически у тебя забирают 60% и человеку невыгодно. И здесь еще уже добавляют минимальное податковое завязание, которое составляет 4%. Еще людей так хорошо обманывали, что в 2022 году платить не будет. Да, в 2023 платим за 2022 год. И пожалуйста, вот с 1 января по 1 июля должны всем собственникам земли, у которых земля не в аренде, прийти ППРочки. Податковое поведомление решение о том, что ты должен заплатить там 1300-1400 за 1 гектар. Ну в среднем, если у тебя пай там 4 гектара, ты будешь там в районе 5000. А потом это уже будет не 4, а 5%. И власть настроена сегодня на то, чтобы фиксированно обкладывать землю и увеличивать этот налог. Или через минимальное податковое завязание, или через максимальное. Ну что значит максимальное? Сейчас налоговую никто не мешает придавать ППР-ку людям, исходить из того, что вот арендатор дает доход 40 тысяч с 1 гектара, и пожалуйста с 40 тысяч заплати 18% ПДФО и полтора. Потому что если арендатор может на 40 тысяч продавать, ну реализацию делать с 1 гектара, значит и ты можешь. Потому что ты не дал документы, сколько ты потратил, сколько ты продал, потому что собственники, которые входят с арендных отношений, как правило работают в тени. И на сегодняшний день до 30% земли в тени. Земля, которая в тени порождает теневой оборот продукции растеневодства. И эти 30% создают самую большую массу вот этих налоговых, как они называют, скруток. А скрутка заключается в том, что он продает за наличку, а за наличку покупают средства защиты, удобрения, посевной материал. А уже непосредственно главными в этой схеме есть арендаторы, которые обналичивают деньги и уже за эту наличку покупают у них же урожай. То есть на сегодняшний день урожай вот этих теневых одноосибных выкупает те же арендаторы. Ну, безусловно, что есть компании, которые фиктивно работают, фиктивно создают определенные банки. Ну, это все сложно. Более простая схема, работа через арендаторов, и она, скажем так, неубиваема, пока государство не начнет заниматься все-таки мобилизационной экономикой в аграрном секторе. А с чего нужно в первую очередь начать? На сегодняшний день, сегодня надо полностью взять контроль, если говорить научно, посылать управление в сфере обеопродукции и расслабления, то есть усилить это управление. Государство должно быть единственным экспортером продукции и растеневодства. Мы на сегодняшний день в среднем стоны продукции, которые мы отправляем, экспортируем, государство теряет вот валового такого прихода денег в районе 50 долларов минимум. Цена в Украине в два раза дешевле, чем цена в Европе. Говорят, ну так это же Европа, подождите, это цена в Европе. Хорошо они в Европе, в Турции выше цена, в Индии. Индия, которая тоже является крупным производителем пшеницы и даже экспортером, у них тоже цена в два раза выше. Почему у нас меньше? А, у нас существуют монополии. Эти монополии известны. У нас Кернел и Небулон, это 25% рынка. Они не являются, мы можем там догадками, есть они экспортеры или нет. Они здесь опускают цену, а как там дальше, кто распределяет вот эти 100 долларов на тоне, уже у нас под вопросом. Мы прекрасно понимаем, что допустим экспортировать продукцию из Киева, просто перевозка, автоперевозка, при отсутствии проблем по дороге, до, например, немецкого Киля, кажется, там порт есть, это 3000 гривен, ну, 3-4 тысячи гривен на тоне. А на сегодняшний день от Киева в Одессу свозить тоже 3000. То есть мы понимаем, что существуют определенные коррупционные, спекулятивные механизмы, монополии негосударственные, которые контролируют процесс, которые не дают возможности транспортным затратам быть меньше. И мы приходим к тому, что мы не наладили экспорт через Европу, хотя могли наладить, и Германия предлагала выкупить абсолютно весь урожай. Тогда государство Украина, государство Германия договариваются о цене. Есть, пожалуйста, европейская биржа, есть Нью-Йоркская биржа, давайте привязываться и делать организованный экспорт. Но выгодней. А почему выгодней? Например, Кернелл в 4 раза, когда начали вот эта зерновая сделка работать, Кернелл в 4 раза увеличил объемы, скажем так, поставок. То есть мы понимаем, зерновая сделка не в интересах государства Украины сделана. И вообще, когда говорят, Украина поставила, ну надо ставить вопрос, Украина ничего не поставила. Украина на сегодняшний день, как государство, и представители, органы власти не занимаются экспортом. Вот когда бы сконцентрировали, вот это была бы политика, которая была бы направлена на увеличение доходов, валютных доходов. И естественно, аграрные производители тоже бы получали бы больше прибыли. А на сегодняшний день им уже нулевую ставку Нацбанка, они убыточные. Мы начнем еще датировать их, потому что мы же не можем без пшеницы быть там, в данном случае у нас тоже своя продовольственная. Мы можем с экспортера резко превратиться в импортера. И да, может быть, не вопрос, если нет оборотных средств посеять, нет ценообразования. Все, мы остановили. У нас уже там прогнозируют, что на следующий год будет меньше там площадей посеянных. Ну, меньше, не меньше. Мы, понятно, понимаем, что временно оккупированные территории делают меньше, но уже качество мы теряем. Меньше удобрений, защита и прочее. Этот, скажем так, 22-й год был не очень хороший там по урожайности, тем более по цене. И у нас вопрос, что делать дальше? Мы должны прогнозировать. А мы прекрасно понимаем, война это не война оружия, это война экономик. Если тебе уже нечего кушать, ты уже не держишь в руках автомат. Все, вопрос, скажем, закрыт. Поэтому вот первым шагом должна быть орган власти представлять интересы в экспорте. Тогда будут к нему вопросы. Почему цена у нас не 200 долларов экспортная, а 100? Почему в два раза меньше? О, нужно заняться. Это проще проверить, чем заниматься не государственными монополиями. Вот, скажем так, пример как бы раздражный. Вы говорите о голоде. Голоде в 23-м, 24-м году. Ну, безусловно, мы можем смоделировать его. Абсолютно. Скажем так, а кто на сегодняшний день является собственником продовольствия? Арендаторы. Кто покупает? У нас 5 компаний, ну, скажем так, это не экспортеры, а которые выкупают, трейдеры, да, в Украине. Это 50% рынка. 5 человек легко могут собраться и решить, какая будет цена. Низко выкупить. Вы же понимаете, мы же говорим о голоде. Не только о том, что зерна не будет, а еще где людям брать деньги, купить этот хлебушек, купить это яичко и купить это мясо. Мы к чему как бы приводим? Мы же на сегодняшний день бюджет 23-го года спланирован. Это 37 миллиардов внешних денег. Да, это 30 миллиардов, 37 миллиардов. Из них 18 миллиардов только гранды, а то опять новые кредиты. И если мы представим, что в один прекрасный момент это все останавливается, и есть условия и причины для этой остановки, что мы будем делать дальше? Не вы, не я не являетесь собственником урожая. Не является собственником урожая тот собственник земли, который сдал землю. Для арендатора или трейдера ему главное продать. И каким образом мы будем делать запрет? Вот сейчас уже должны быть эти отработанные механизмы, уже сейчас должно быть определенные, произведены меры там по обобщислению, по детенизации земельных отношений. Это все как бы реально этим можно заниматься, нужно заниматься, это очень нужно заниматься. Мы, скажем так, могли бы стать примером для Европы, для той же России. Потому что это тоже важный фактор в войне. Показывать, что мы живем лучше, мы живем качественнее и открывать взгляд, открывать взгляд обществу о том, что не нужна война, у каждого есть своя территория. И, пожалуйста, заняли, вернулись к своим территориям и занимаемся, думаем об экономике, а не о том, как бы отхватить землю. Зачем кому-то земля? Ты не умеешь ею распоряжаться. Фактически, украинцев забрали эту возможность, там забрали возможность. Мы возвращаемся к вопросу, за что тогда воюем? Где земля? Вот сейчас очень важно было бы решить вопрос земли. Скажем так, определить направление, объединить в этом направлении украинцев. Если вернуться к стоимости, мы не забывайте, что земля может определяться как экономическая, по-экономическому, а еще территория. Я думаю, что Китай бы нашел и по 10 тысяч долларов за гектар, лишь бы купить дополнительную территорию с этими же черноземами, которые есть в Украине. То есть, покупка территории, это уже совсем другой, скажем так, другой подход. Здесь мы уже также о стоимости мы должны говорить, какая у нас денежно-кредитная политика. Если мы на сегодняшний день говорим, что у нас ставка рефинансирования 25, то в России 7,25. Сейчас война экономик идет, и должны тоже об этом думать, что мы не так делаем, как производить дальше кредитование. Мы живем постоянно при кредитовании, с расчета валютного коридора. От него надо отходить. Мы должны понимать, что мы не такредитованы в середине страны. И вот эти все манипуляции с нулевой ставкой под бизнес, они ни к чему хорошему не приводят. Это минус 40-60 миллиардов из бюджета Украины, это минус денег от социальных потребностей, это минус денег. А куда они идут, эти 40-60 миллиардов? Ну да, ниже себестоимость продукции, поэтому мы ее экспортируем ниже, и мы датируем тем самым другие страны. Где-то в пациентке мы на 10-15 миллиардов долларов датируем или карманы каких-то монополий, или же другие страны. Этим надо заняться, надо. Вот мы просто взяли сельское хозяйство как аспектом мобилизационной экономики, и вы правильно подняли вопрос, и земля, она очень важна. Мы делаем все, например, шаги, вот допустим, по организации сейчас есть возможность не платить эти налоги, если люди будут обвиняться под юридическим лицом. Мы создали такое лицо, оно работает как модель, люди могут присоединяться и не платить налоги, и даже увеличивать прибыль с одного гектара от 5 и выше тысяч гривен с одного гектара. То есть существуют модели. Но государство это в принципе неинтересно. И когда, знаете, если этим не заниматься, оно все равно будет пробиваться, будут происходить изменения, и это общественное напряжение. А для нем тоже надо думать. Оно так или иначе будет выходить. И когда люди получат ППР, мы говорим треть земли, треть земли это как минимум полтора миллиона собственников земли, а члены их семьи и придут эти непонятные деньги, которые нужно платить. Это тоже такое серьезное социальное напряжение. А большинство людей, которые... Что происходит с землей украинцев, украинской землей, которая сейчас оккупирована? Как там обстоят дела и что вы можете сказать не только о налогообложении и других процедурах? Это уже человеку прямой убыток? Здесь по-разному ситуация. Оккупированная территория, земля снова была одна у арендаторов, а другую землю обрабатывали сами люди. То есть я до войны много общался и с людьми из Херсонской области очень активная была область, Донецкая область была очень активная, особенно те люди, которые попали под земли, которые забирали у олигархов, были предприятия, большие предприятия, понятно каких олигархов, люди хотели выходить, много людей занимались. Я знаю, что также в группе остаются люди, у них были доступы до фейсбука, сейчас не вижу, может быть ограничили, то те собственники, которые работали сами на земле, их никто не трогал. Ориентаторы разделились, те, которых трогали, и те, которые быстренько перебежали на сторону и делали те же попытки, скажем так, к ногтю всех остальных собственников, я буду здесь аграрием, ну мы знаем, по Херсонской области там бывший депутат от службы народа, который фактически представлял аграрный клан, и как они быстренько начали решать эти все вопросы по земле, то есть для арендаторов ничего не меняется, они готовы практически все там сотрудничать, а частный относительный его тоже как бы не трогают, в первую очередь то, что приходили, начинали тоже свои аграрные программы предлагать, в России их больше, но они такие же как бы недоделанные, почему? Потому что они не ориентируются на кооперацию, они не ориентируются на каждого собственника и на объединение, у них также существует мифический фермер, который должен работать, а в конечном итоге это все большие скажем так латифунтисты, их больше, чем таких сконцентрированных, но у них нету таких больших как у нас на 500 тысяч, на 700 тысяч, да, вот Керл там МГП 500 тысяч, у них таких вот больших концентраций нету, 100, 200, 300, там, до 400 доходит и, скажем так, там, грубо говоря, селяне в той же находятся ситуации, как и у нас, но там еще открытый рынок, еще, уже давно он открытый, вот, то, что мы повторили, вот, весь негатив повторили, то, естественно, да, я говорил, 30% забирают, поэтому получается такая ситуация, что если твоя земля была, ты сам ее обрабатывал, то пришли россияне, тебя как бы не трогали, да, у них нужно не забывать, что они перед войной произвели определенную мобилизацию аграрного сектора, в чем она заключалась, на сегодняшний день государство контролирует весь оборот зерна, у нас по закону про зерно тоже предусмотрено, но оно не делается, определенные нормы выбросили вот как раз буквально год-два назад выбросили нормы, которые бы регулировали оборот зерна, то есть фактически весь экспорт у них контролируется государством, поэтому и стала возможна зерновая сделка, потому что для России зерновая сделка это возможность продавать свои 50-70 миллионов тонн продукции, то есть они в три раза больше продают зерна, чем Украина, а это деньги, это валюта, ну и плюс мы же понимаем удобрения и все остальное, то есть им зерновая сделка более выгодная например чем нам, потому что мы могли бы свои отказаться от портов, отказаться от сделки и возить через Европу. Вас сейчас в комментариях будут критиковать, что значит отказаться от портов, как это возить, это зерновозами, что это за экспедиция, а у нас зерновозами, вот порты же я задам вопрос, а у нас до, скажем так, в порты чем возят? Зерновозами. А расстояние какое? Ну вот от Киева до Одессы, а если это уже западная Украина, то же расстояние, то есть определяют, ну там зона внутреннего потребления, западная Украина зона, от Киева и ближе к югу, к Одессе, это уже экспортная зона считается, то есть вот вся продукция практически вся идет там в основном на экспорт. Я задаю вопрос, мы так же говорили, 3-4 тысячи, а на сегодняшний день те же самые 3-4 тысячи стоит машина, там в Рыни, или Одессу, Измаил, частные импорты, которые на сегодняшний день, как узкие места, устанавливаются на образование. Я вам скажу больше, форма-2, знаете, что такое форма-2, это за наличку, да, она абсолютно открыта, у нас во время войны некоторые перерабатывающие предприятия, которые там семечку, сою на масло переделали, они только брали за наличку, вы представляете, в какой ценевой экономике находится, кто там, что там будет критиковать, мы еще должны начать говорить о национализации многих вопросов, поэтому порты, я сказал, кто выиграл в этих, от того, что началась зерновая сделка, посмотрите, кто увеличил экспорт, кернов в 4 раза, то есть они, им нужно было, это не вопрос Украины, это вопрос просто нескольких там частных трейдеров, и плюс у нас цена еще в 2 раза ниже, в 2 раза ниже, чем будь какого производителя в Европе, или там в Индии, или Турции, она и производит, и закупает. Да, друзья, пожалуйста, напишите комментарий, что вы думаете, по поводу услышанного, очень интересная, и очень такая специфическая тема, я очень хочу, чтобы она у вас откликнулась, потому что Земля, она касается каждого, ну, или касалась каждого, сейчас по-другому, мы слышим, как, собственно, строятся вот эти земельные отношения от Романа Головина, Роман, мой финальный на сегодня вопрос, понятно, что эту тему будем, наверное, держать, скажем так, в поле своего внимания, перечески возвращаться к ней, но мой финальный вопрос на сегодня, это вот, ну, как бы, мобилизация экономик, сейчас в России экономика мобилизуется, становится на военные рельсы, военно-промышленный комплекс, там, Мишустин ежедневно там проводит селекторы и совещания, то есть, курирует, как главный, да, вот, на теме обеспечения фронта и, ну, вот, обеспечения оккупационных войск и, вот, обеспечения этого продвижения вперед. В Украине другая модель, ставка есть, есть, как бы, совершенно интереснейшие процессы, которые, там, в кадровых позициях, вот, происходят на прошлой неделе, там, на этой неделе, в общем, есть определенные перетасовки в кабинете министров. Как, вот, если сравнивать, чтобы подытожить наш разговор, две модели мобилизации экономики вот в войне вот этих двух стран, нас и россиян. Чисто, вот, как модель, какая, ну, какая модель имеет свои преимущества и недостатки, и какая, соответственно, ну, тоже в разрезе сравнения, да, вот, если сравнить эти две модели, что можете сказать? Давайте начнем, что в Украине вообще нету модели мобилизационной. Честно говоря, вот, при именобороне есть центры, есть институты, исследования, они поднимали эти вопросы даже до войны, там, про актуальность мобилизации, и при этом даже правильно делали, у нас путают мобилизационную экономику с производством там, вооружения, это совсем разные вещи. Мобилизационная экономика нам нужна была до войны, мобилизационная экономика она сейчас и очень нужна будет после войны. Вот, она абсолютно отличается, если там сравнивать. Есть мобилизационная, давайте скажем, есть либеральная, мобилизационная экономика, она будет в интересах, в общественных интересах. И здесь мы не забываем, что национализация есть форма управления. Поэтому, если сравнивать Россию и Украину, мы должны сказать, что на сегодняшний день у нас, скажем так, на 75% бюджет это гранты и кредиты иностранные. У России этой возможности, скажем так, нет. Поэтому они, им нету выбора, они вынуждены запускать собственное производство, военное производство. Пока у них уровень мобилизации, ну, скажем так, он глупый. Они хотят опять бизнес к чему-то принудить, как-то должно быть работать, но они перейдут и к управлению, скажем так, мягкой национализации, когда определенные предприятия, частные предприятия будут переходить под государственный контроль. Украина другая ситуация. И у нас мобилизационной экономики и даже и не пахнет. Но мы можем сразу перешагнуть на ступень выше в этой организации, чем в России. Первый вопрос земельный. Мы его решаем и производим об обществлении. Сразу решаем вопрос экономической эффективности и общественно-политической ситуации настроя. Второй вопрос национализация. Мы говорим о том энергетика. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день ракеты куда попадают и восстановление идет за государственные деньги. за те кредиты или гранты, которые задаются вопросом, а кто уже собственником должен быть по праву этой энергетики. Безусловно, государство. Уже давно нужно было энергетику национализировать. Дальше нужно решить вопросы. Бадилии Мариуполь, Азовсталь, имени Ильича. Это чье вообще? Правильно, это государственные народы. Вот здесь нужно планировать, государство строит эти медкомбинаты, восстанавливает, потому что так экономика географическое положение решила. Там несколько вопросов в деньгах, сколько вопросов, где это находится, удобства и всего остального. Вот мы переходим, видите, как уже национализация идет, критичные инфраструктуры, дальше, после того, как мы решили вопрос национализации, мы должны говорить о создании предприятий государственных и коопераций. это две основы для общественно-экономического развития. А у нас что получается? Пример-министр выступает или говорит в областях, а вы должны создать 500 предприятий. Кто? За счет чего? Как? И обращается вечно к бизнесу, бизнес, 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 не что? Ты на сегодняшний день говоришь с бизнесом, а завтра он уехал. Вот пример, например, Харьковского мэра, который говорит, что теперь ни одного предприятия, которое будет оказывать коммунальные услуги. Ни одного частного. Только коммунальные предприятия. Потому что когда пришла война, директора, которые выигрывали тендеры, смылись, народ разбежался. Кто латает все эти проблемы, дыры, правильно, коммунальные предприятия, они не разбежались, они разъехались. Государство более мощный орган. Оно не плачет, оно не ноет, оно имеет больший вариант их заменяемости. А частник заболел, еще что-то, банки, там не получается, все, у нас дырка. Мы подходим к коммунализации, национализации, коммунализации вопросов, создание новых предприятий. Мы где форму берем? А, мы форму покупаем. А, это мы тоже покупаем. Значит, у нас критический вопрос стоит замена импорта. то есть, мы должны фактически на уровне кабинета министров создавать план, что нам нужно, какое мы будем делать замещение, где организовываться. Вот буквально там в каждом районном центре, более-менее большой, была швейная фабрика, они сейчас все стоят, там вот какие-то магазинчики, что-то роздано. Заходите и давайте восстанавливать швейное производство, пусть это будут коммунальные предприятия, или государственные, и мы должны сами себя обшивать. Это просто пример такой. Это все сбалансировано. На экономику надо смотреть балансирование. А мы целый год зазываем бизнес что-то делать. И у нас получается как? Хлебзаводы уже закрываются. Потому что бизнес надел кучу хлебзаводов и закрывается. Вот это нерациональная экономика, которая, например, уже в странах Европы, где развитый социализм, Швеция, Дания, Норвегия. Там спланировано, говорит, ты хочешь этим заниматься, дружище, но ты попадешь, это будет убыток. А мы вон говорим тебе вот туда иди. Сколько тебе денег надо, мы тебе дадим. Никаких процентов по кредиту не надо. Потому что это называется суспильно значимый выродниц. Должны переходить суспильно значимый. И вот тогда вы и я у нас будет везде своя часть. И Америка так живет. Макдональдс это общественное достояние Америки. И когда мы кушаем бургер, мы оплачиваем американцам социальные потребности. И все, все, все оплачиваем. Когда мы начнем думать более эффективно, вот тогда мы будем подходить. А то, что нам предлагает экономический паспорт, с чего? С того, что металлургические комбинаты, ну все, скажем так, сырьевые, ресурсные, на дровы, выдоботов, которые в частных руках, они платят ренту. Да, она большая, на 25% доходов бюджета там может составлять. Но нам платят, обещают по вторичному принципу. А вот что-то они там, нет, нам надо полностью весь, всю прибыль распределять между украинцами. И распределение либо на карточку, либо покажи в бюджет вторичное перераспределение через бюджет. Потому что у кого-то хорошо жизни складывается, получается, у кого-то меньше, у кого-то больше детей, у кого-то бог не дал детей. Это уже через бюджет распределение. Но мы не должны жить по вторичному принципу, что нам опять захватили у нас ресурсы, опять захватили металлургию, там, и все, и они будут нам, вот мы налоги платим. Вы знаете, например, арендаторы вообще ни одного налога не платят на самом деле. Потому что у них нету налога на прибыль. Это единственный налог, который платит предприятие, налог на прибыль. Поэтому у нас платят ПДФО, это люди платят, а предприятия начисляют. А у нас вообще налог на прибыль платят только государственные предприятия. Все остальные... Благодарю за вот такой детальный разбор и анализ. Действительно нужно думать, что делать дальше. Роман Головин был моим сегодняшним собеседником. Роман, спасибо за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам. Да, друзья, берегите себя, всем всего самого доброго, добра и света. Напишите, как вам информация, которую вы услышали. Увидимся обязательно на канале. До скорого.